Привет, друзья! Готовим блюдо в украинской кухне с ласковым названием цибулячки. Мясные котлеты или рулеты с начинкой из маринованного лука в сметанном соусе в казане на костре. Готовить легко, кушать дюжа смачно. Начнем! Для приготовления цибулячек хорошо брать свиную корейку или чистый карбонат. Она бескостная, можно взять одним большим куском и хорошо нарезается, как на отбивные. Двухкилограммовый кусок корейки нарезаем, как на отбивные, толщиной 1,5-2 см. Фаршированных котлеток сделаю с десяток. Хватит будет накормить семью. Отбиваем мясную заготовку с двух сторон. Разбиваем в тонкий пласт. Разбивайте кусочек побольше, пошире, чтобы луковой начинки побольше вошло. Отбитые мясные пласты замаринуем сухим маринадом. Соль, черный молотый перец. Просаливаем с двух сторон. Добавляем перец. Цибулячки. Уже само название подсказывает нам, что в блюде будет присутствовать цибуля, лук. Возьмем десяток, а там будем добавлять очищенного лука и нашинкуем полукольцами. Можно и потоньше. Нарезанный лук нам необходим для начинки, но прежде мы его замаринуем. Сделаем его сочным и с пикантной кислинкой. Столовую ложку сахара. Пожмакаем хорошо, чтобы он пустил сок. Для пикантной кислинки две столовых ложки яблочного уксуса. Уксус можете использовать любой, какой вам нравится. Немного красок лета. Свежерубленный укроп перемешаем. И сочная начинка с кислинкой готова. Оставим ее мариноваться. И займемся соусом. Для приготовления соуса нам необходим репчатый лук. Я его нарезал мелко, как на суп. Тут пять головок. И немножко свежего зеленого лука. Зеленый лук нарезаем мелко. Остальные ингредиенты для соуса в процессе покажу. В сковороду наливаем 100 миллилитров масла без запаха растительного. И добавляем топленого. Пару ложек сливочного. Пошел лук. Фаршируем цебуляки. На отбивную порцию лука. Не жалеете, лишь бы завернуть, чтобы лука было побольше. Начинку из лука немного краю отбивной уплотняем. И плотно заворачиваем. Ничего тут умного нет. И страшного, и тяжелого. Плотно-плотно. Замечательно. Ускоренный темп. Сочный лук. Уплотняем. И заворачиваем плотно. Готово. На другую сковороду устанавливаем сач. 150 миллилитров масла растительного. Нагреваем. Цебулячки буду панировать в разноцветных молотых сухарях. Панировочных. Можно использовать и муку. Но мне в сухарях больше нравится. Вкусней. Красивей. Горячее масло. Именно в горячее. Швом вниз. Укладываем цебулячки. И обжариваем до корочки. Со всех сторон. Не до готовности. До корочки. Когда одна сторона на котлетке подрумянилась, переворачиваем. Вот какая красота. Обжаренные котлетки снимаем и на блюдо. Пусть лишний жирок стекает. Вернемся к жареному луку. Я про него и забыл. А он у нас тут потихоньку жарится. Добавим зеленый лук. Немножко протомим. Одну минуту. Жарить зеленый лук ни в коем случае не надо. Для густоты соуса в лук добавим столовую ложку муки пшеничной. И хорошо перемешаем. Для жирности и сочности соуса добавим жирную сметану. У меня 20% 350 грамм. Для объема соуса, чтобы была подливка, которая покроет наши котлетки и впитается в них, добавлю куриного бульона. С пол-литра точно добавлю. Он у меня хорошо посолен, и поэтому соус солить не буду. Соус мой почти готов. Густой, ароматный. Но мне не нравится цвет. Белый цвет не сильно аппетитный. Чтобы это исправить, я добавлю паприку. Сладкую, обыкновенную. Вот тут столовая ложка. Все перемешаем. И сделаем наш соус более приятный глазу и аппетитней. Соус готов. Укладываем наши цибулячки в соус. Они должны полностью соусом покрыться. Я немножко добавлю еще бульона. Чтобы они пропитывались с ног до головы. Минут 40 томим их в медленном режиме томления. И пробуем. Все, у меня больше нет ни терпения, ни сил вдыхать такие ароматы. Формируем блюдо. Ох и пахнет. Мясные ароматы для голодного мужчины. Украсим немножко зеленухой. И быстрее пробовать. Ибо сил не осталось. Сочные цибулята. В хрустящей корочке. Пробуем. Мы заработали. Лук, видите, сколько. Вкус мясной отбивной и с кислинкой живого лука. Очень интересно и вкусно. Друзья, вкусное мясное достойное блюдо. Можно и гостей угостить, накормить. И себя любимого побаловать. Всего вам доброго. До встречи на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова